Заплатил налоги и получи грамоту и благодарность. В области подведены итоги регионального этапа всеукраинского рейтинга добросовестных налогоплательщиков. Лауреатов конкурса накануне награждали в областной администрации. Чтобы попасть в число наиболее добросовестных налогоплательщиков, нужно не просто платить по счетам вовремя и в полном объеме. Желательно еще и изыскать деньги на социальные программы. Тогда налоговая готова проявить к вам уважение и почет публично. Если налогоплательщик имеет общественную сознательность и участвует в социальных программах, то это заслуживает действительно серьезного уважения. На региональном уровне в конкурсе участвовали 3000 предприятий. Отбирала лауреатов специальная комиссия, в состав которой вошли не только налоговики и чиновники, но и экономисты и общественные деятели. В номинации «Финансовый сектор» лучшим признан «Моторбанк». Это финучреждение местное Запорожское, поэтому за это, кроме всего прочего, и заслуживает поощрения, говорили во время награждения. У нас в Запорожской области немного банковских учреждений, но как минимум самостоятельных, потому что в основном это безбалансовые территориальные отделения и так далее. Сами победители утверждают, что готовы зарабатывать и делиться с бюджетом, даже если налоговая система далека от совершенства. Действительно, очень много критики в адрес нового законодательства, но в любом случае, мне кажется, нужно находить любые возможности для того, чтобы зарабатывать больше денег. Вот и всё. Это единственный закон бизнеса. Те же, кто распоряжается деньгами, которые собирают налоговики, в этот день не упустили возможности лишний раз поблагодарить добросовестных плательщиков за понимание дисциплину. Я думаю, что тут как раз присутні те люди, які розуміють це все, які підтримують державні органи. Я просто хочу вас подякувати за це. Дякую вам. Теперь запорожским лауреатам конкурса предстоит отстаивать честь края на всеукраинском уровне. 19 мая в Києві назовут имена лучших налогоплательщиков всей страны. Продолжение следует...